Библейский портал экзегет.ру представляет Говорит о грядущих бедствиях для Самарии, Северного царства и для Иерусалима тоже и объясняет, за что, собственно, это все приходит и говорит очень много о социальной ответственности, как это мы сегодня называем, о том, что богачи, которые угнетают бедных, которые отбирают их имущество, которые о них не заботятся, они сами лишатся своего имущества, более того, не только лично они, но этот народ, это государство, которое построено вот на этих вещах, оно падет под ударами завоевателей. В данном случае это Ассирийская империя, Северное царство в 720 году потеряло свою столицу и было уничтожено. Южная выдержала это нашествие, эту осаду, но довольно дорогой ценой, и он объясняет, собственно, почему. В третьей главе эта тема продолжается, и здесь уже разбор, в чем, собственно, их ошибка. Во второй перечисляются преступления, а в третьей объясняется, почему же это так плохо. Михей очень логичен, кстати, вот есть пророки, у которых сразу про все, а Михей так постепенно все излагает. Итак, сказал я, вот это я может относиться и к пророку, и к Богу, который говорит через него. Вот описание того, чем занята, собственно говоря, элита народа, да, очень резко. Они, по сути дела, повара на кухне, которые рубят мясо, да, понятно, с костями, где-то они мясо снимают с костей, блюда же разные бывают, да, шашлык неудобно с костями жарить, а там супчик варить самое оно. И, конечно, шкуру снимают сперва, кто же со шкурой-то готовит, и шашлык, и суп, и вот такая прям вот картинка очень яркая, где эти мясники на кухне ножами стучат, там режут, кромсают все, там у них кипят эти котлы, там сковороды шипят, на которые они кидают свежие куски мяса. То есть, это описывается процесс управления народом. Ничего так, да? То есть, правители, которые не просто жестоки, кровь льют, а которые это все сделали своей личной кормушкой. И он их спрашивает, вам ли не знать справедливости и праведности, правосудия. То есть, почему именно их он об этом спрашивает? Ну, во все времена и везде были люди жестокие, жадные, были люди, которые сочетали жадность с жестокостью, были люди, которые использовали свое личное положение, свою власть над другими людьми для личного обогащения. Да, в этом секрета никакого нет. Но те, кто стоит во главе именно избранного народа, народа, который должен жить по закону, вот они об этом должны знать особенно внятно, потому что у них этот закон есть. Есть ли какое-то языческое племя, там, варварское, которое живет где-то там очень далеко от цивилизации, у них там кто кого поймал, тот того и скушал на ужин. Такие племена до недавних пор жили на земле. Но с них спроса-то нету. Ну, есть, конечно, но он небольшой. Если это творят люди, у которых есть писанный закон, у которых есть храм, которые верят в единого Бога, которые его почитают, спрос с них огромен. Это не дикое племя каннибалов. А это народ Божий. Если народ Божий начинает жить по принципам каннибализма, наверное, не в прямом смысле слова, израильтяне ловили друг друга на улицах и ели. В дни осады, правда, и такое могло быть, когда голод достигал ужасающих размеров. Но в обыденности, конечно, нет. А это, безусловно, социальная несправедливость. Вот в прошлой главе начиналось все с обличения. Вы отнимаете дома и поля у бедняков. Казалось бы, ну, что такого особенного? Ну, не грабежом же, наверное, относительно законными способами. Там человек не может отдать долг, у него забирают дом или надел в уплату этого долга. Или еще что-то происходит. То есть это, может быть, даже не совсем грабеж, но это, по сути, грабеж, потому что люди лишаются своего достояния, потому что вот у них вырывают их жизнь. Их вот это самое теплое, сочащееся кровью мясо, по сути дела, у них сдирают с костей и кидают в котел, кидают на сковороду, чтобы насытить тех, кто и так уже присыщен. И вот Михей как раз пророк, очень резко обличающий социальную несправедливость. Не просто личные грехи. Кто-то там жадничает, кто-то пьянствует, кто-то там сексуальную распущенность проявляет. Он этого не одобряет тоже, но он об этом практически не говорит. А вот именно грех сильных, могучих, знатных и богатых людей, которые не просто презирают остальных, но угнетают их жестоко, это, безусловно, его основная тема. Ну вот, если вы так себя ведете, тогда будут взывать Господу, а Он им не ответит. Скроют в то время от них свой лик, потому что злыми были их дела. Вот простейший принцип, который пророки и Михей в особенности напоминают своим слушателям. Бог отвечает на молитвы, да, но не на все и не каждому. А только тем, кто хотя бы как-то, хотя бы в какой-то форме, в какой-то мере старается следовать его закону. Человек, который живет для своего прибытка, для своего удовольствия, к Богу может не обращаться. Он его не услышит. Точка. Вот что говорит Господь пророкам, которые сбивают с толку мой народ. На зубах кусок-то к мир возвестят, а не дадут им ничего, священную войну объявят. То есть, оказывается, и пророки участвуют в этом деле. Пророк, вообще-то, в древности профессия. Кому призвание, как Михею, а кому профессия. И были целые пророческие школы. У пророка Ильи, например, такая была, где обучали молодых людей пророчествовать. Очевидно, были какие-то техники свои. Ну и пророк, сегодня у нас много есть всякие футурологи, политологи, экономисты, обозреватели. Куча профессий людей, которые, собственно, внятно пытаются нам объяснить, что происходит и куда все это приведет. Нам очень же интересно. Ну, надо понимать, там, доллары покупать или продавать, там, недвижимость вырастет, упадет и все такое прочее. Мало кто задается глобальными вопросами, как нам жить вообще, где праведность, где греха. Вот это очень часто. А тогда были только пророки, которые описывали происходящее сейчас и делали какие-то выводы на будущее. И вот, оказывается, пророки, эти лжепророки, на зубах кусок возвестят мир. То есть, их покормили хорошо, им дали этот кусок. А мы же только что читали, что этот кусок – это, собственно, жизнь бедняков. С ними поделились вот тем, что у бедняков награбили, тем, что у них отняли. Они охотно возвещают мир. Например, а если ничего не дадут, объявят священную войну. Ну, священная война, мы обычно связываем с исламом, джихад – понятие. Но оно было у многих, и в древности было тоже. В конце концов, Иисус Навин вел священные войны, завоевывая Ханаан. И смысл их в том, что это не просто моя война с кем-то, кто мне не нравится, кто меня обидел. А это именно Бог отправляет нас на сражение с какими-то очень нечестивыми грешниками, для того, чтобы прекратить это нечестие, для того, чтобы в Ханаане детские жертвоприношения совершались. Вот такое нельзя понести. Это надо прекратить любой ценой. И пророк объявляет священную войну. Если ему жрать нечего, если его не удовлетворили, не обложили голодный, человек – злой. Это понятно. Но еще как это можно понять. Да вот вся его священность – это лишь его личная злоба и неудовлетворенность. Очень часто люди называют священным, высоким, традиционные ценности, еще какие-то очень высокие слова. Свою злобую неудовлетворенность. Вот им лично не хватает чего-то, их что-то задело, обидело. И они начинают из этого делать какие-то глобальные вселенские выводы и призывать людей на бой кровавый, святый и правый. Это делали большевики, но это делается нередко и от имени религия. Зато будет вам ночь без видений, а хватит вас тьма без гаданий. Видения, гадания, способы выйти в какое-то иное пространство и узнать что-то такое, что пророк потом сможет возвестить остальному миру. Падет на вас солнце, почернеет для вас день. Постыдятся провидцы, посрамятся гадатели, закроют все они рты, нет ответа от Бога. Вот они, конечно, могут говорить, но если они говорят просто от себя, в какой-то момент все эти пророчества не сбываются. Как все эти политологи, экономисты, футурологи, обозреватели, которые говорят то, что хочет услышать заказчик. И когда они удовлетворены, то восхваляют, восславляют, говорят, что все будет замечательно. Когда нет, они начинают искать врагов, стремиться объявить какую-то священную войну и все такое прочее. В какой-то момент все это не сбывается. И сейчас, глядя на то, что говорилось 2-3-4 года назад, мы часто очень, ну, испытываем такую горечь. Мы когда-то этому верили, мы считали, что все так, это и будет нас обманули. Ну, может быть, мы хотели обмануться. И тут Михей очень нескромно говорит, зато я исполнил силы Господнего Духа, полон правотой и мощью, чтобы возвестить Иакову его преступления, Израилю его грехи. То есть, Иаков и Израиль – это одно и то же, два названия одного народа. И оказывается, что Михей не просто хвастается тем, что, ну, он-то настоящий пророк, а он говорит, что подлинная сила в обличении грехов. Не в том, чтобы услаждать слух этих людей, а в том, чтобы обличать их грехи. Обидно, да? Почему бы не послать пророка, который с такой же силой восхвалял бы достоинство? Есть же и достоинство. Почему бы не послать пророка, который обличал бы грехи других народов и завещал нам победу над ними? Есть же у них грехи, мы же хотим их победить. И оказывается, что сила от Бога и подлинный пророческий дар даются прежде всего тому, и Михей далеко не единственный человек, который об этом говорит. Кто обличает? Потому что именно обличение – самая нужная вещь. Обличение – это попытка изменить ситуацию к лучшему. А восхваление, пророчество о том, как все будет замечательно, они же ничего не меняют. Они только услождают слух тех, кто это слушает. Ну, и, наверное, говорить это тоже приятно. Вы слушаете это главы дома Иакова, начальники над домом Израилевым. Вы, кто презирает справедливость и правду извращает. Об этом уже было в этой главе, мы прочитали сейчас. Да, то есть он не стесняется им прямо в лицо бросать такие обвинения. Вы, кто утверждает, Сион на крови и Иерусалим на пороке. Задача всех лидеров политических, духовных, религиозных – утверждать свою веру, свою государственность, свою авторитетность и все прочее. Но на чем? На грехе и на пороке. Самоутверждение, которое не просто, но не скромно. Михей тоже не скромный, он говорит, а у меня-то есть Божий дар. А оно ложное. Оно ложное именно потому, что оно строится на совершенно неправильных, неверных основаниях. И дальше уточняет. Главы его судят за взятки. Священники учат за плату. Пророки гадают за серебро. И при том полагаются на Господа. Ну, понятно, если ты берешь деньги за что-то, связанное с, ну, как бы это лучше сказать, передачей божественного знания, передачей воли Бога, то ты волей или неволей все же говоришь то, что хочет услышать от себя тот, кто платит. Это вполне естественно. И вот тогда ты полагаешься не на Господа, а на эти самые взятки, это плохо, а плата, может быть, даже и не очень плохо. Хотя священники не должны учить за плату просто потому, что ветхозаветное священство, оно обладало большими привилегиями, оно получало часть жертвоприношений. То есть, они не должны были нуждаться ни в чем. А плата – это уже что-то сверху. Вот к вопросу о том, как священодействие и все прочее, должно ли оно оплачиваться. Говорят, разве не с нами Господь не постигнет нас зло? Основное содержание их пророчества – утверждение, что Господь с ними, и все поэтому будет хорошо. Но оно их уже постигло, потому что они так себя ведут. И отсюда вывод. Из-за вас распашут, как поле Сион. Сион – главный холм, на котором стоит храм. Станет Иерусалим грудой руин. Храмовая гора лесом порастет. Почему? Почему из-за них, а не из-за разных других грешников? Ну, видимо, потому что, помните, в самом начале говорилось в этой книге о столицах, о Самаре и Иерусалиме, которые распространяют зло по всей стране. И вот именно центр, в том числе священный центр, в том числе священники, те, кто несут слово Божие людям, вот если они начинают это все извращать и искажать, вот если они нарушают справедливость, то это уже все. Вот дальше уже некуда. Вот если начинается такое из центра, то этот центр будет уничтожен, и вновь и вновь он описывает это разрушение, как уничтожение, собственно, города. Иерусалим порастет лесом. Вот это все станет дикой местностью. Местностью, в которой есть своя красота, есть много чего хорошего, но в которой нет человека, в которой нет плодов его трудов. И может быть народ, который не принимает трудов Бога, который не старается показать миру его руку, руку Бога в своей жизни, он в конце концов утрачивает землю и не может показать свою руку. Он становится диким пространством, диким полем таким, по которому гуляют в разные стороны, кто хочет, и которое само ничего не содержит и не предлагает. И вот это очень такая важная теология культуры, если хотите. То есть, что культура, которая утрачивает эту вертикальную связь, она в конечном счете утрачивает и свою культурность. Она в конечном счете возвращается в дикое первобытное состояние. Ну, а в четвертой главе, конечно, будет продолжена эта тема, но с довольно неожиданным поворотом, о котором мы в следующий раз и поговорим. Продолжение следует...